Зураб Махарадзе, лидер партии «Консервативное движение» из Тбилиси у нас на связи. Здравствуйте, Зураб. Здравствуйте, Эдуард. Это случай не монектотичный, а очень трагический, я думаю, для Грузии. Я поясню почему. Сама икона не совсем так выглядит, как вы описали. То есть в центре большое изображение самой Святой Матроны, а как и это происходит в православной иконописи, есть несколько сюжетов окантованных. А, я понял, просто значит я увидел именно тот сюжет, там как встроенные такие, как геофильмики по периметру, все, я понял о чем это, да. Например, как у Серафима Саровского есть несколько эпизодов, там встреча с медведем, или вот несколько эпизодов, да, может быть вокруг. Вот один из эпизодов, маленький, был вставлен, это встреча с Сталиным, это вызвало там бурю эмоций, была эта встреча, не была этой встречи. И вот для меня лично, как для православного христианина, главное не то, была ли эта встреча. Главное то, что какая-то сумасшедшая активистка ворвалась в храм, облила краской икону нашей общей святой. То есть мы православны, для нас Матрона такая же святая, как для русских. Так же, как и отец Гаврил Ургебадзе, его иконы висят в русских храмах. Вот точно так же иконы Серафима Саровского и Матроны висят в грузинских храмах. То, что какая-то дура смогла вот это сделать, и никто ничего ей не говорит, и никакого наказания не последовало. Вот это реально трагедия. И главное – разобраться, как мы дошли до вот этого состояния в Грузии, где православие – это центральная часть идентичности. Как мы дошли до вот такого состояния? Вот это для меня главный вопрос. Но я так понимаю, что вот эта активистка, видимо, это вот эта НАТО-пирадзе и была ей, ее никак не наказали пока что. Там говорят, что МВД Грузии завело уголовное дело хулиганственное, оно особо никак не продвигается, да? Ну, говорят, что ей грозит административное наказание от 500 до 1000 лари. Это вот издевательство, я бы так сказал. Это ничто. В грузийском законодательстве есть четко прописано, что два года тюрьмы должен человек получить, если он препятствует соскорбелениям чувств верующих проведению богослужений. Да, у нас тоже похожая статья есть, да, оскорбление чувств верующих. Если ты ворвался в храм, то, что она сделала, ее должны посадить. Но власть это не использует. Почему? Потому что власть боится реакции НКО, которые финансируются, частью которого она является, она является ЛГБТ-активисткой, она является прозападной активисткой. Фигура Сталина была выбрана как некий триггер. Я хочу сказать, что сейчас некий барьер был преодолен психологически, что кто-то может сделать подобное в церкви в Грузии. Вот это главное. И я, например, к фигуре Сталина отношусь огромным уважением. Для меня это человек, который один из величайших деятелей в истории. Это моя позиция. Может, кто-то думает о Сталине по-другому. Но тут дело не в фигуре Сталина, не в том, была ли эта встреча. Когда патриархия сказала, что у нас нет точных данных, была ли эта встреча с Матроной, другие начали писать, ну тогда принесите доказательства встречи святого Георгия с драконом. То есть это все уже переходит в некие рамки, которые невозможно уже допустить. Главное, чтобы мы поняли, для Запада деконструкция любых традиционных структур, которые обеспечивают коллективную идентичность, это задача номер один. В Грузии деконструкция, раскол церкви, к чему все это постепенно идет, это гарантия того, что рано или поздно Грузия разделит судьбу Украины. Но я хочу, Зураб, я вас немножко перебью. Вот если вы не помните, 12 лет назад у нас был, к сожалению, похожий случай. Так называемая арт-группа «Пусть сирают» устроила кощунственный панк-молебен. Причем даже в нескольких московских церквях. Но в итоге некоторые ее деятельницы получили два года тюрьмы, некоторые эмигрировали. И вот после этого... Я бы хотел, чтобы в России то же самое бы произошло. Я завидую Россию. У нас-то вот этот консервативный поворот начался во многом после этого. Потому что общественность, там обычные люди ужаснулись. Потому что мы почему-то либералы, которые проповедуют и провозглашают толерантность, они отказываются быть толерантными, например, к нашим исконным ценностям. Вот в чем проблема. Ну, если бы, боже упаси, я бы ворвался в какую-то секту или в какую-то другую конфессию, сделал бы то же самое, сейчас бы я сидел в тюрьме. Ну да, и вполне справедливо. Да, долго. И вполне справедливо, да. Но в чем тут главное, что я хочу донести. В Грузии есть и другая сторона Грузии. Савтра очень многие и священники, и обычные люди выйдут на протест. Протест именно направлены на то, чтобы эту дуру наказали точно так же, как в свое время вы поступили с этими панк-активистами. И я надеюсь, что у нас тоже начнется осмысление и консервативный поворот, потому что если этого не произойдет, нашу церковь ждет, я надеюсь, дай Боже, чтобы так не произошло, но динамика такова, что с нашей церковью они сделают то же самое, что сделали с украинской церковью. И наша страна разделит судьбу потом Украине. Сначала рушится духовное, а потом уже материальное. И если грузины хотят спастись от этого и учесть, и вот некоторые скажут, вот икона и икона, что там. Это некий барьер психологический. Если с тобой могут сделать подобное, и ты молчишь с чем-то, что есть святое, то сделать что-то с твоими финансами, правом голоса, правом высказывания, это уже дело техники. Да, Зураб, мы некоторое время назад с вами обсуждали тот факт, что есть возможность, опасность такого Майдана в Тбилиси с приходом к власти совершенно таких ультрапрозападных сил. Ну, по сути, как на Украине, повторение 2014 года. И более того, даже сами грузинские официальные лица говорили, что за попыткой этого Майдана стоят некие зарубежные силы. Причем, что интересно, не Россия. А вот сейчас-то как? Угроза Майдана снята? Сейчас власть вошла в иллюзию, что она предотвратила Майдан. Бедзина Иванишвили официально вернулся в политику, и грузинская мечта объявляет, что они расправились с прозападной оппозицией. Это иллюзия. У нас новый посол США. К нам где-то летом прибудет целый десант, якобы, чтобы наблюдать за выборами. Да, Зураб Махарадзе, лидер партии «Консервативное движение». У нас, к сожалению, заканчивается уже блог. Спасибо, Зураб. Будем наблюдать за, безусловно, дорогой и любимой нами Грузией. Будем надеяться, что все-таки консервативные силы смогут перегруппироваться и заявить о себе. Спасибо, дорогой Зураб.